Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Речь пойдет о техническом элементе Шведа. Считаю этот технический прием воздействия на мяч атрибутом высококлассной команды, а если точнее, то команды будущего. Какого будущего? Не знаю. Хотелось бы, чтобы ближайшего. К величайшему сожалению, никто и нигде серьезно не обучает этому виду паса или удара. Почему к сожалению? Потому что современный футбол теряет огромную долю эффективности в своих действиях на футбольном поле. Давайте рассмотрим следующий пример. Вы видите на картинке, как игрок А ворвался в штрафную соперника со стороны правого фланга. Вратарь, разумеется, переместился ближе к левой стойке ворот, прикрывая ближний угол. Что в таких случаях делают современные футболисты? В подавляющем большинстве случаев они бьют в дальний угол ворот. Правильно? Да, они все правильно делают. Но как делают? В этом суть. В этом соль, если хотите. Я не рассматриваю случаи, когда удар в дальний угол производится так, что мяч слегка смещается при ударе ко внутренней части стопы. При этом мяч закручивается в нежелательную сторону и, как правило, уходит за линию ворот далеко от правой стойки ворот, а иногда и покидает поле за боковой линией. И такое бывает. Допустим, что игрок, бьющий поворотом, исполнил классический удар и мяч пошел по прямолинейной траектории. А теперь обратите внимание на расстояние от вратаря до траектории полета мяча при таком ударе. Это расстояние обозначено на рисунке голубым отрезком. Как видите, вратарю не так уже сложно парировать подобный удар. А теперь представьте, что игрок, врывавшийся в штрафную соперника, производит не классический удар, а удар шведой. Что это дает? Посмотрите внимательно на рисунок. Мяч при таком ударе идет по дугообразной траектории. При этом расстояние от вратаря до ближайшей точки траектории полета мяча значительно больше, нежели при классическом ударе. Этот отрезок показан сиреневым отрезком. А теперь ответьте на вопрос, востребован ли подобный удар в футболе или нет. Если вы будете честны сами с собой, то обязательно ответите утвердительно. Тогда возникает другой естественный вопрос, почему этим техническим приемом практически никто не пользуется. Хотим мы или нет, но неизбежно возвращаемся к технической проблеме в современном футболе. Говоря проще, техникой никто нигде не занимается. То, что дают в школах и академиях, только лишь основа. А вопрос поддержания мышечной памяти правильного удара шведой остается открытым в любом футбольном клубе мира. Еще раз повторю, техникой в современном футболе никто нигде не занимается. Почему? Да потому что бегая вокруг поля, занимаясь растяжками, прыгая через барьерчики, пиная мяч в квадратиках, участия в двух сторонках, время на шлифовку технических приемов не остается. Вы думаете, что футбольные тренеры глупы? Нет. Они не глупее каждого из нас и прекрасно понимают, что и к чему. Но никто не хочет быть белой вороной. Подумайте сами. Если легкоатлетический характер подавляющего большинства тренировок в футболе свойственен для всех существующих на планете Земля футбольных клубов, то кто осмелится писать против урагана? Кто осмелится сказать о том, что физику нужно набирать в процессе шлифовки техники? Кто? Кто осмелится сказать, что тренажерные залы – это отстой? Кто осмелится сказать, что тесты Купера нужны футболу приблизительно так, как игра в квадратах под разделением специального назначения десантных войск? Кто? Никто не хочет быть посмешищем. Никто не хочет лишаться работы из-за абсурдных в кавычках заявлений и стремлений. В этом вся и проблема. А теперь давайте обратимся к другому рисунку. Здесь показана ситуация, когда игрок принял решение передать мяч партнеру Б. Если делать это обычным академическим способом, то мяч неизбежно будет подкручен, причем дуга полета мяча будет обращена в сторону вратаря. При этом расстояние от вратаря до ближайшей точки траектории полета мяча при подобной передаче, которая делается с помощью внутренней части стопы, будет минимальным – голубой отрезок, что позволит голкиперу перехватить подобную передачу с большой вероятностью. Согласны? А теперь обратите внимание на траекторию полета мяча, обозначенную сиреневым цветом. Это траектория, созданная ударом шведой. Дуга полета мяча при этом обращена не ко вратарю соперника, а к центру поля. Минимальное расстояние при этом от вратаря до ближайшей точки траектории полета мяча значительно больше, нежели при обычной передаче мяча внутренней частью стопы – сиреневый отрезок. Что-то подобное вы наблюдаете в современном футболе? Нет? А почему? Ответ тот же. Удар или передача шведой в современном футболе – это изгой. Это технический прием, который стараются тренеры не вспоминать. Ведь для успешного применения этого технического элемента необходимо найти время для шлифовки, которого при современной структуре тренировки просто нет. Вот я и показал вам, откуда растут ноги. Востребован ли удар или передача шведой в футболе – вопрос глупый, согласитесь. А если соглашаетесь, то закатывайте рукава, подтягивайте гетры и вперед. Как говорится, под лежачего бомжа Мартини не течет. А владеете подобным техническим элементом – сразу будете в фокусе внимания селекционеров. В этом у меня нет ни малейших сомнений. Приведенные примеры не ограничивают применение шведы. Например, вам нужно передать мяч партнеру, а между вами – игрок соперника, который находится очень близко к траектории прямолинейной передачи мяча. Делая же передачу шведой, вы увеличиваете расстояние от траектории полета мяча до соперника и одновременно посылаете мяч как бы на ход своему партнеру. Как овладеть этим техническим приемом? Первое – это осознание того, что без самостоятельной работы над собственным техническим арсеналом ничего путного в вашей футбольной карьере не будет. Второе – те, кто знает, как себе поставить удар шведой или передачу шведой, те, кто не знает, прошу прощения, как себе поставить удар шведой или передачу шведой, обращайтесь, помогу. И еще один момент. Представьте, что игрок движется на достаточно большой скорости, допустим, по правому флангу, да? Он прошел защитника и под острым углом направляет мяч в дальний угол. Но движется-то он не в сторону вратаря, не в сторону ворот, а движется он по направлению к лицевой линии ворот. И когда будет произведен удар шведой, что абсолютно правильно и корректно, да? При ударе шведой у него опорная нога – это и есть та нога, которая производит удар. А тело-то продолжает двигаться, и поэтому падение неизбежно. Так вот, при таком ударе шведой нужно понимать, что сразу после исполнения этого удара нужно сделать кувырок назад, то есть кувырок через спину. И ничего здесь невозможного нет. Вот, собственно говоря, и все, уважаемые господа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...